Только при сохранении всей медицинской помощи районную больницу Базарного Сызгана планируют присоединить к Барышской. Создание межрайонного центра сначала вызвало волнение среди местных жителей, но чиновники от Минздрава и политики разъяснили ситуацию. В парламенте не раз обсуждали этот вопрос. По словам слуг народа, власти несут полную ответственность за судьбу и пациентов, и медперсонала. Здесь на уровне правительства, на уровне законодательного собрания были созданы специальные комиссии, на котором долго обсуждался формат того, каким образом дальше будут работать эти учреждения. И было четко сказано о том, что ни один специалист не будет уволен, что вся та помощь, которая оказывается, она будет не только сохранена, но еще и специалисты одной больницы будут перемещаться в другую. Вот эти все нюансы обсуждались. Дело в том, что в базарном Сызгане не хватает узких специалистов и техники, а в Барыше и кадров, и оборудования предостаточно. Но все аппараты, например, мамографы и томографы зачастую простаивают из-за небольшого потока пациентов. После объединения процесс диагностики и лечения будет равномерным, уверен главврач Барышской больницы. Логистику также наладят. Медперсонал будет добираться на служебном транспорте. В плане изменения каких-то новшеств для зрителей базарного Сызгановского района не будет. Логистика оказания медицинской помощи будет проходить тем же образом, что и проходило до 2021 года. Они будут обращаться в свою поликлинику, в свою больницу базарного Сызгана, получать необходимые обследования. Если какие-то будут необходимые дополнительные обследования, лабораторные, эндоскопические или КТ, они будут направляться в плановом порядке в госбарышской районной больнице. К жителям базарного Сызгана планируют выезды узких специалистов. Расстояние между районами 25 километров. Время пути примерно полчаса. Николай Калинкин приехал из Сызгана в Барыш на плановую операцию. Лапароскопия, удаление желчного пузыря. По словам Николая, всё прошло по плану. Врачи и медсёстры показали себя с лучшей стороны. Доехал до больницы быстро, на машине. Однако он не уверен, как скоро будут добираться пациенты без личного авто. Я на это затрудняюсь ответить, потому что у кого-то есть машина, у кого-то нет машин. Если бы автобус, например, ездил, то как-то я не знаю на ваш вопрос-ответ. У меня есть машина, я приеду сюда. Так что я не знаю, что вам ответить. Проходящие рейсы следуют один раз в сутки. В основном это маршруты до Инзы из Кузоватого и Тольятти. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Уллправда ТВ. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Виктория Черкова, Сергей Кудаков.